Федерико Мы добавляем талантливый поэт и драматург, одаренный музыкант и художник. Федерико Гарсия Лорко родился 5 июня 1898 года в местечке Фуэнто Вакерос, в переводе «Пастуший ключ». Детство Федерико прошло в атмосфере поэзии и музыки. Мать превосходно играла на фортепиано, а отец любил читать стихи и петь старинные андалузские песни. Когда Федерико исполнилось 11, семья переехала в Гранаду. Там Лорко познакомился с известным испанским композитором Мануэлем де Фалья, который обучил Федерико так называемому «глубокому пению» – «канте-хонду», одному из древнейших видов андалузского народного творчества. Свой путь в искусстве Гарсия Лорко начал с музыки. Испанская пресса восторженно приветствовала 18-летнего Лорко-пианиста, исполнявшего собственные сочинения. В это же время он делает первые шаги в литературе. В 1918 году был издан сборник путевых заметок об Испании, впечатления и пейзаже. Спустя год Гарсия Лорко поступил в студенческую резиденцию в Мадриде. Экспериментальное учебное заведение, созданное по типу свободных университетов. У Федерико появилось много друзей-студентов. Один из них – будущий знаменитый кинорежиссер Луис Бунюэль, так описывал Лорко. Блестящий и чарующий молодой человек со стремлением к изяществу и элегантности в одежде. А будущий художник-сюреалист Сальвадор Дали вспоминал первую встречу с Лорко так. Передо мной внезапно предстало во плоти и крови явление поэзии во всей его полноте. Поглощенный литературой и музыкой, Лорко не имел ни времени, ни желания интересоваться женщиной. Любить его – все равно, что любить ветер, как-то сказала увлеченная Федерико младшая сестра Дали Анна-Мария. Лорко готовился стать музыкантом, пробовал себя в прозе, и вдруг, по его словам, повинуясь категорическому императиву души, взялся за стихи. «Души моей зрелость давно уже знает, что смутная тайна мой дух разрушает, и юности камни изъедены с нами, на дно размышления падают сами. Далек ты от Бога, твердит каждый камень». Уже в первом поэтическом сборнике Федерико Гарсио Лорки, изданном в 1921 году, проявились музыкальность стиха и связь с народной культурой. Полученное в дружеском кругу прозвище «Фольклорист», Лорко подтвердил, когда на фестивале фольклора в Гранатском центре искусства прочел публичную лекцию о народном пении, а затем создал цикл стихотворений поэмы «Оканте Хондо». «Гладалквивир струится в тени садов апельсинных, Твои две реки, Гранада, бегут от снегов в долины». Федерико Гарсио Лорко обладал и талантом художника. В 1927 году в Барселоне прошла выставка его работы. Через год Лорко издает сборник «Цыганский романсеро», в котором, по его словам, он хотел соединить цыганскую мифологию с обыденностью. Восемь лет спустя, предъявив эту книгу в суде, жандармский полковник обвинит автора в оскорблении жандармерии посредством романса. «Надежен свинцовый череп, заплакать жандарм не может, затянуты в портупею сердца из лаковой кожи». В 31 год в поисках новых впечатлений Лорко уехал в Соединенные Штаты. Он писал, «Нью-Йорк, вероятно, ужасен. Именно поэтому я еду». Своеобразный эксперимент над собой вылился в книгу стихов «Поэт в Нью-Йорке». 33-летний Лорко возглавил студенческую театральную труппу «Ла Баракка» в переводе «Балаган». Федерико был и режиссером, и актером, и художником, и драматургом. Лорко считал, что театр должен воспитывать зрителя. И труппа кочевала по глухим испанским селениям. Зрителям и в голову не приходило, что автор пьесы, которую они бесплатно смотрят, великий испанский поэт Федерико Гарсио Лорко. В 35 лет он создал трагедию «Кровавая свадьба». Через три года была написана драма «Дом Бернарды Альбы. Своеобразная фотография эпохи». Это было время расцвета творчества Гарсио Лорки. Он писал пьесу за пьесой, выступал с лекциями и стихами, музицировал. В 1936-м над Испанией сгустились тучи. К власти рвался фашизм. Лорко не принадлежал ни к одной из политических партий. Однако в его убеждениях не сомневался никто. Недаром постановки его трагедий завершались манифестациями. И зрители вместо «Браво» кричали «Да здравствует свобода!» В июле 1936-го года мятежники во главе с генералом Франко овладели гранадой и выдвинули лозунг «Смерть интеллигенции». Без суда и следствия расстреливали врачей, преподавателей, ученых. Федерико Гарсио Лорку расстреляли 19 августа 1936-го года. Поэта похоронили в братской могиле. Ему было всего 38 лет. Незадолго до гибели знаменитый испанский поэт и драматург Федерико Гарсио Лорко писал «Самая большая радость – быть поэтом. Остальное не в счет. Даже смерть». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова